Эта киноэпопея создана при участии американских кинематографистов для широкого показа в США и других странах. В 20 фильмах использованы съемки советских фронтовых операторов и кинодокументы из зарубежных архивов. В Соединенных Штатах Америки, где многие не знают о решающей роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, о сотрудничестве союзных держав в годы войны, эта кинопрограмма вышла под названием «Неизвестная война». Для советского народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее во имя свободы и независимости своей социалистической родины, во имя избавления Европы да и всего мира от фашистского порабощения. «Двадцать миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда». Леонид Ильич Брежнев В Соединенных Штатах Америки кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер. Рядом со мной человек, который сыграл важную роль в войне против фашистов. В 41-м году Александр Покрышкин был лейтенантом. Сегодня он маршал авиации. 22 июня 41-го года гитлеровское командование бросило на уничтожение советской авиации до 50% авиационных сил. Гитлер и его генералы думали, что этот сокрушительный удар приведет к скорому окончанию войны. Но они ошиблись. Несмотря на потери, советская авиация оказала ожесточенное сопротивление. Сам маршал Покрышкин сбил за время войны 60 самолетов. Высшая награда Советского Союза, золотая звезда Героя Советского Союза, была присвоена маршалу трижды. Маршал, вы совершили невероятное количество вылетов и остались в живых. Поделитесь, пожалуйста, с нами воспоминаниями из вашего военного опыта. Вообще, моя мать после войны говорила мне, что я потому выжил, что родился в рубашке. Но это, конечно, не в этом дело. Мне пришлось воевать с первого до последнего дня войны. И до войны я очень хорошо владел самолетом, отлично стрелял. И в годы войны очень много занимался тактикой воздушного боя. Вот это все вместе, оно и помогло мне лучше воевать, сбивать немецких фашистских самолеты и в то же время самому выжить. Спасибо, маршал Покрышкин. Спасибо, маршал. Наш фильм «Война в воздухе». Небо России. На рассвете 22 июня 41 года в него ворвались самолеты с крестами на фюзеляже, на долгое время заставив людей смотреть в небо со страхом, отчаянием, гневом, жаждой отмщения. Атакуют бомбардировщики четырех нацистских воздушных флотов. Всего 2750 самолетов. Эти бомбардировщики сбрасывали свой смертоносный груз на многие города Европы. Мадрид, Герника, Марселона, Роттердам, Лондон, Ливерпуль, Ковентри. Теперь их целью стали советские города дороги, поля, аэродромы. Неожиданно атаковав 66 аэродромов, немцы уничтожили в первый же день войны около 1200 самолетов, из них 800 на земле. Внезапность, вероломность нападения давали фашистам огромные преимущества. немецкая авиация с первых же дней войны захватила стратегическое господство в воздухе. Несмотря на численные превосходства фашистской авиации, советские летчики смело шли в бой. Они были вынуждены сражаться большей частью на устаревших истребителях. Но в первый же день войны советские пилоты проявили чудеса героизма и мужества. Уже 22 июня несколько летчиков совершили таран. При таране летчик обычно теряет самолет и, конечно, рискует жизнью. Но надо было перечеркнуть уверенность врага, вселить в него страх. Таран был не актом отчаяния, а проявлением высочайшего героизма. Зная, как дорога каждая машина, даже тяжело раненые летчики старались привезти самолет на аэродром. Теряя сознание, они все же совершали посадку. Советские летчики делали по 6, 7, 8 боевых вылетов в день. Они понимали, что сейчас и от них зависит будущее их родины и народа, само существование страны Совета. И они не жалели себя. В первый же день войны советские летчики уничтожили более 200 самолетов врага. И первые пленные немцы были летчики. Они, правда, были уверены, что пленных долго не продлится. Гитлеровская армия наступала, все дальше и дальше проникая вглубь России. Армады немецких самолетов уже были нацелены на Москву. Для каждого советского человека Москва – символ и олицетворение Родины. Москва стала фронтовым городом. Ровно через месяц после начала войны гитлеровские самолеты пробились в ее небо. Столица готовилась встретить врага. Части ее противовоздушной обороны, эскадрильи и истребителей должны были прикрыть город с неба. Субтитры создавал DimaTorzok Бежище превратились в станции метро. За первые полгода войны тысячи немецких самолетов совершали налеты на Москву, а прорвались к городу лишь десятки. во время первого налета в городе возникло всего четыре сколько-нибудь серьезных пожара. Их мужья, сыновья совсем рядом вели смертельные бои. Сын этой женщины, она справа, совершил в небе Москвы подвиг. Это было в 46-ю ночь войны. Младший лейтенант Виктор Тололихин совершил в истории Великой Отечественной войны первый ночной таран. Была дана очередь из крупнокалиберного пулемета. Обожгло мне руку. Я принял второе решение. Жертвовать собой, но не упустить гада. Даю полностью газ и своим самолетом врезаюсь в хвост противника. Прихожу я в убежицу. И, значит, села в фойе и слушаю радио. Радио говорит, товарищ Тололихин сбил самолет. Протаранил. Я испугалась, так просто вся и разволновалась. И говорю, ведь это мой сын. Видите, неужели он убит? Я так испугалась и заплакала. Начали меня тут, конечно, успокаивать. Приносят павериянки, все ухаживают за мной, успокаивают женщины. Но потом, через несколько времени, пока все со мной так это ухаживали, смотрю, он пришел. И пришел и говорит, вот, и я сам явился на лицо. Сынок мой, милый. Он погибнет через два с половиной месяца в групповом бою с девятью мессершмиттами. В первые месяцы войны советским летчикам часто приходилось вести неравные бои. Один против девяти, трое против восемнадцати. Победа в этих боях давалась дорогой ценой. депутат journal, второй и этой друга. Возвращаясь с задания, спасая подбитую машину, весь израненный, он привел ее на свой аэродром. С нами он жил, ребята, и к нам умирать прилетел. Уходили на фронт сыновья, мужья, женихи. Молодые летчики рвались в бой с врагом, но многие из них будут еще месяцами ждать самолетов. Их в 41-м еще не хватало. Но и в этот тяжелый, самый горький год войны советские летчики уже знали вкус победы. Ночь на 8 августа 41-го года. Воздушные базы на острове Саарема в Балтийском море. В группе советских бомбардировщиков поручено опасное и ответственное задание. Налет на Берлин. Бомбежка вражеской столицы нужна была для того, чтобы советская армия и народ увидели возможности своих военно-воздушных сил. И чтобы в Германии, ожидавшей скорой победы, поняли, что ее может и не быть. Чем ближе к Берлину, тем было проще лететь. Немцы никак не могли прицелить. Представить, что советские самолеты могут летать над Германией. Под ними столица Рейха. Гитлеровский министр пропаганды Геббельс заявил, что ни один советский самолет никогда не пролетит над Берлином. На следующий день после бомбежки Геббельс приписал этот налет английским бомбардировщикам. Но это была работа русских. Это был отчаянный шаг, и он увенчался успехом. В первый раз Берлин услышал рокот советских самолетов. И не в последний. Есть старинные изречения. Когда грохочут пушки, музы молчат. Но и музы тогда служили фронту. В лучших концертных залах мира еще будут аплодировать этому пианисту, Эмилю Гилльц. Горечь первых поражений не вызывала у советских летчиков сомнения в том, кто победит в этой войне. Родина! Родина! Крятственно обещаем Крятственно обещаем Кто не пощадил Твоих сил Крови Ты собой в жизни Бордец врагов Параган! Параган! Заканчивался 1941 год. Под Москвой гитлеровцы потерпели крупные поражения. Была развеяна легенда о непобедимости их армии и авиации. Советские войска переходили в наступление. Правда, бои шли еще на земле и в небе России, но это уже были наступательные бои. Бывало, не проходило и часа после боя, как летчики снова поднимались в небо навстречу врагу. На тыловых аэродромах готовилось пополнение для военно-воздушных сил. За первые 18 месяцев войны было подготовлено несколько тысяч летчиков, штурманов, воздушных стрелков, авиационных техников. Их готовили для грядущих битв, которые истории еще назовет великими. И когда они впервые шли в бой, только свои знали, что они новички. Любовь к родине заставляла каждого стремиться на фронт. Этим девушкам невероятно трудно было попасть в армию, а тем более в авиацию. Но они своего добились. Один из женских авиационных полков. 46-й гвардейский Таманский. В почетное звание гвардейский они завоевали в решающих битвах войны под Сталинградом на Курской дуге. Девушки летали на самолетах ПО-2. До войны эти самолеты использовались для опыления полей, для оказания медицинской помощи. Это была прекрасная учебная машина. Но кто мог предполагать, что ПО-2 станет ночным бомбардировщиком? А разве эти девушки родились для того, чтобы воевать, летать в разведку, бомбить врага? Все это было противоестественно. Все, кроме желания защитить родину. Им было по 19-20 лет. Многие из них пришли в авиацию прямо со студенческой скамьи. Те из них, кто доживет до победы, узнают еще и радость мирных профессий и счастье материнства. За это они тоже сражались. Вначале женские эскадрильи вызывали недоверие. До тех пор, пока они не пошли в бой. За ночь они порой совершали два, три, шесть боевых вылетов. Они вновь и вновь и доказывали свое право летать. Иногда ценой собственной жизни. Малая скорость самолета помогала им точно выбрать цель. Но она же облегчала и прицеливание противника. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пройдет много лет, и именем одной из погибших летчиц астрономы назовут новую звезду. Память о них навечно останется в покоренном им небе. С конвейеров сходило все больше и больше новых боевых машин. Уже в 1941-1942 годах авиационная промышленность поставила фронту на 13 тысяч самолетов больше, чем заводы Германии. Советские конструкторы были одним из лучших в мире. Яковлев, Лавочкин, Микоян, Туполев, Ильюшин. Советская авиация получала новые истребители, штурмовики и бомбардировщики, которые по своим летным качествам превосходили Мессершмиты, Фоккевульфы, Дорнье. Ильюшином был создан уникальный штурмовик. Его называли летающим танком. Линия фронта незримо проходила и по конструкторским бюро, и по цехам заводов. Часто рабочие сутками не покидали цехов, спали прямо у станков. Тыл делал для победы все, что мог. Простой крестьянин Ферапонт Головатов на свои сбережения построил самолет и подарил его армии. Тысячи людей по всей стране последовали его примеру. На фюзеляжах самолетов появлялись надписи от ремесленного училища, от колхозников, от рабочих. Малый театр фронта. Героическая работа тыла помогла в 1942 году создать воздушные армии фронтов, авиадивизии и авиакорпуса, резерва Верховного Главнокомандования. Штаб военно-воздушных сил советской армии. Им руководил главный маршал авиации Новиков. Он справа. Воздушные операции разрабатывались с учетом того, что некачественно, неколичественно советская авиация уже не уступает германской. Шел 1943 год. Позади была победа в Сталинградской битве. Впереди ожесточенные воздушные сражения над Кубанью и в небе Курска. Битва, равных которым не знала история. Русские летчики бомбили землю России. На ней еще был враг. Им приходилось сбрасывать бомбы на свои собственные города, дороги, поля, дома. Пройдут годы, и распахивая поля на этой земле, люди будут находить в ней осколки. Они находят их и по сей день. Немецкие войска переходили в наступление, бросая в бой все новые и новые части. Но как ни похоже были эти сражения на бои 1941 года. Немцам удавалось добиваться лишь локальных успехов. Их тут же отбрасывали назад. Локальный джойн Курска Русские вели бои несколькими воздушными армиями, охватывали большую территорию, лишали авиацию противника возможности манёвра, громили наземные части врага. Летом 1943 года советские военно-воздушные силы завоевали стратегическое господство в воздухе. Это господство советская авиация удерживала до конца войны. Потери лётного состава среди немцев к 1944 году уже составляли более 20 тысяч человек, больше половины лётчиков гитлеровской армии. Советские пилоты, совершенствуя своё мастерство, несли всё меньше и меньше потерь. Молодые лётчики вступали в бой хорошо подготовленными. Ему всего 19 лет. Сегодня был его первый боевой вылет, и он сбил самолёт врага. Немецкий лётчик не верит, что его сбил новичок. Ну что ж, можно пленному и объяснить, как это было. Долгое время пленные гитлеровские лётчики считали, что сбили их случайно. Даже удивлялись, как это русскими удалось. Потом они перестали удивляться. Ожесточённые бои сменялись минутами затиши. Большинство из этих ребят были очень молоды. И в коротких промежутках между смертельными боями они порой выглядели такими беззаботными. Пожалуй, только лётчики могут вот так жестами объяснить, как шёл бой. Пара, которая впереди шла, пошла переворотом вниз, а одна пара пошла на боевой. Ну я, мне скоростёнка побольше была, на этом положении поймал и сзади врубанул. Потом, значит, дал очередь одну. Вижу, затремил, я так посмотрел. Смотрю, говорит, порядок. Оглянулся назад, висит сзади фокер один. Более 200 тысяч советских лётчиков были награждены орденами и медалями. 2420 были удостоены звания Героя Советского Союза. Некоторым из них вручал ордена в московском Кремле Михаил Иванович Калинин. Но чаще они получали награды на лётном поле, около своих самолётов. Бывало, что приказ о награждении только зачитывался, а вручить орден не могли. Герой был в госпитале или значился в списках погибших. В московском Кремле вручали награды и французским пилотам, сражавшимся в небе России. Их полк, с начала эскадрилья, был сформирован на русской земле. До того, как попасть в Россию, они оказались солдатами без армии, лётчиками без самолётов. Франция потерпела поражение. Французы назвали свой полк Нормандией, потому что Нормандия наиболее сильно пострадала от немцев. Они прилетели сюда сражаться за Францию и Россию против фашистов. В гитлеровской армии был издан приказ пленных французских лётчиков, сражавшихся на советских самолётах, считать партизанами и уничтожать на месте. Ничто так не сближает людей, как борьба с общим врагом. История этого полка знает немало примеров истинной дружбы фронтового товарищества. Француз Морис Фассейн был пилотом. Русский Иван Белозуб – техником. В воздух они поднялись вместе всего один раз. Полк перебазировался на новый аэродром. Неожиданно их атаковали фашистские истребители. Самолёт Фассейна был подбит. Командование приказало Фассейну выпрыгнуть. Но у Белозуба парашюта не было. И французский лётчик остался в самолёте, до последнего мгновения пытаясь посадить его и спасти друга. Оба погибли. После удачных боёв в районе Немана полк стал называться Нормандией-Неман. Его пилоты сражались до конца войны. И когда они возвращались на родину, советское правительство подарило французским лётчикам самолёты, на которых они воевали. Много героев дала война. Их подвиги стали легендой. Одни из самых знаменитых лётчиков военных лет Иван Кожедук, который сбил 62 фашистских самолёта. И Александр Покрышкин. Президент Рузвельт назвал Покрышкина лучшим лётчиком-истребителем союзников. Так встречали покрышки на однополчане после боя, в котором он сбил 50-й вражеский самолёт. А всего за годы войны он собьёт 60 самолётов врага. Покрышкин начал войну лейтенантом. Кончил её командиром авиационной дивизии. В начале 1945 года Покрышкин в третий раз был удостоен звания Героя Советского Союза. Праздником стал его приезд в родной Новосибирск на завод комбайнов, где он когда-то был рабочим. Всего несколько дней провёл он дома. Его мать. Жена. Она была медсестрой. Они встретились на фронте. Теперь она ждала их первого ребёнка. Это была короткая передышка. Слишком короткая. Как все передышки в то военное время. Она могла оказаться последней. Но Покрышкина ждал впереди долгий и славный боевой путь. Среди ваших наград, Маршал, есть и американская. За что вы её получили? В 1943 году на Кубани я воевал на американском самолёте-истребителе «Аэрокобра». Самолёт очень хороший. И особенно, что мне нравилось, сильное вооружение. У него 37-миллиметровая пушка, два крупнокалиберных пулемёта и четыре нормальных. Но я их переделал всё на одну гашетку. Вот как поймаешь немца, подойдёшь так, сжиманёшь. Там. Вот. Хороший самолёт. Из-за победы на американском самолёте «Аэрокобра» я был награждён орденом, американским орденом, в 1943 году на Кубани. Советские самолёты уже взлетали с германских аэродромов. До победы оставались не годы, а месяцы. Через великие битвы Второй мировой войны вели советских лётчиков к победе их военачальники. Воспитанные коммунистической партией, вооружённой передовой военной наукой, они стали выдающимися авиационными полководцами. Главный маршал авиации Вершинин. Главный маршал авиации Новиков, командующий воздушными армиями маршал авиации Руденко, маршал авиации Красовский, маршал авиации Судец и многие-многие другие. Впереди была последняя битва этой войны. В сражении под Москвой у советской авиации было всего лишь 1200 самолётов. В берлинской операции 7500. Субтитры создавал DimaTorzok К концу войны число уничтоженных гитлеровских самолётов достигло 77 тысяч. Путь на Берлин был устлан обломками когда-то блестящих самолётов Люфтваффе. Субтитры создавал DimaTorzok Советские лётчики. Они навсегда остались в истории, в памяти народа, героическими защитниками Родины. Они навсегда сохранили в своих сердцах радость побед, горечь потерь и память о времени, которое невозможно забыть. День Победы С сединою на висках — это радость, со слезами на глазах. День Победы День Победы Здравствуй, мама! Возвратились мы не все, босиком мы пробежаться в поросе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы С сединою на висках — это радость, со слезами на глазах. С сединою на висках — это радость, со слезами на глазах. С сединою на висках — это радость, со слезами на глазах. С сединою на висках — это радость, со слезами на глазах. С сединою на висках — это радость, со слезами на глазах. Наш следующий фильм — «Битва на море». Советский Балтийский флот участвовал в обороне Ленинграда. На юге Черноморский флот вел бои за Одессу и Севастополь. Советские моряки проявили героизм и мужество в Великой Отечественной войне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова